МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Ульяна Шубко. Сегодня мы расскажем. Когда музыка звучит от сердца и для души. Фестиваль православных песнопений «Каложский благовест» открыт. Продолжаются переговоры по поводу создания в Гродно онкологического центра. Помощь в реализации предложила Международная финансовая корпорация. Преступлений в области стало меньше. Гродненская милиция подвела итоги за 2016 год. Они размножаются. Контролеры посчитали безбилетный улов в транспорте. Цифры впечатляют. Принципы государственного частного партнерства активно внедряются в Беларуси. Один из пилотных проектов – создание онкологического центра на базе Гродненской больницы номер 3. Свою помощь в этом вопросе готова предложить Международная финансовая корпорация. Специалисты организации с официальным визитом прибыли в Гродно. Вместе с руководством области они обсудили содействие на всех этапах подготовки проекта. На данный момент Гродненская область – единственная в Беларуси, где пока нет своего онкологического центра. Мы считаем, что возможность реализации такого проекта с помощью механизма государственного частного партнерства может быть принципиально новым шагом для Гродненской области и в развитии наших отношений с Гродненской областью. Этот проект, который, с одной стороны, может значительно улучшить условия здравоохранения для онкопациентов, с другой стороны, открыть возможности привлечения частных партнеров. Международная финансовая корпорация – один из крупнейших инвесторов в Беларуси. Объем их инвестиций в экономику нашей страны превысил 600 миллионов долларов. Во время переговоров признали – проект реконструкции больницы «Вонкоцентр» непростой. К тому же у Беларуси пока небольшой опыт в области государственно-частного партнерства. Вместе с экспертами Международной финансовой корпорации руководство области уже наметило модели реализации проекта, его структуру и график выполнения. Результаты нашей встречи такой, что мы будем двигаться под той дорожной картой, которой мы сегодня договорились. Мы еще должны дать определенную аналитическую информацию, предоставить со стороны Гродненской области. Несмотря на то, что уже есть ряд этой информации, безусловно, фундаментом будет являться и работа нашего института гражданных проекта по предварительной, скажем так, разработке архитектурного проекта. Божественная музыка вновь зазвучала в Гродно. Фестиваль «Калорский благовест» уже в 16-й раз принимает гостей со всего мира. На протяжении целой недели гродненцы и гости города увидят, а главное услышат православные песнопения от коллективов различных стран. Наша съемочная группа побывала на открытии и узнала, чем на этот раз удивят белорусского слушателя. Этого дня ждали многие, особенно те, кому хоть раз посчастливилось побывать на фестивале «Калорский благовест». Божественная музыка от всей души и сердца на сцене Гродненского областного драматического театра звучит и радует гостей на протяжении долгих лет. За это время география участников фестиваля значительно расширилась, и фестиваль по праву считается международным. Хор православных песнопений Алитея из Румынии уже полюбился гродненцам. В прошлом году они стали победителями фестиваля. Певцы из хора Алитея счастливы вернуться в Гродно и снова здесь спеть. Наш репертуар включает румынские и славянские песни, также некоторые части из фольклорных песнопений. Конечно, мы любим румынские песни, потому что мы из Румынии, но мы плачем под славянские, потому что они такие глубокие и наполненные смыслом. Они попадают точно в наше сердце. В этот раз 38 коллективов из семи стран приехали в Гродно, чтобы показать, насколько искренне звучит церковная музыка. Калужский благовест участники жюри заслуженно называют главным фестивалем православных песнопений на всем постсоветском пространстве. Музыка – это такая ипостасия, которая вечная. И потому что тут удивляться можно каждый раз, каждый раз слухая, чем на вот одно и то, и однольковый твор, так само можно находить нечто новое. Это поставит души и могут ли по некоторых околичностях. Тем не менее, наш 16-й фестиваль так само сегодня такие зарабил невеличкие рызачинки мая. Ну, например, наши слухачи и глядачи могут бачить концертные выступления в системе онлайн. На этом фестивале нет случайных людей. Артисты и зрители – это единый соборный организм, соединяемый музыкой и молитвой. За все 16 лет истории Калужского благовеста не встречалось равнодушных – тех, чьи души не затронули бы молитвы в нотах. Фестиваль действительно мы называем духовной весной. И для этого есть много таких символических явлений. Мы стоим преддверием Великого Поста. А Великий Пост – это по христианскому изречению называют духовной весной. Когда идет оттепель, оттаивает наше чувство, сердце, наш рассудок просветляется. И человек старается подлечиться в духовном плане. Присоединиться к общему празднику Гродницы и гости города могут до 11 февраля. За эти дни в главном соборе Гродно пройдут прослушивания, где жюри выберет победителей в различных номинациях. Кроме того, духовные коллективы из разных стран можно будет услышать и в других храмах города. По традиции они участвуют в богослужениях, удивляя прихожан необычным звучанием привычных песнопений. В субботу праздник духовной музыки завершится галоконцертом. Билеты на него купить в эти дни уже практически невозможно, ведь именно этот концерт любители духовной музыки ждут с особым трепетом и волнением. Ведь здесь выступят лучшие коллективы и назовут имена победителей. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Необоснованные зарплаты в спорте, массовые приписки в сельхозпредприятиях, завышенные суммы в жировках и многое другое. Комитет госконтроля Гродненской области подвел итоги работы за 2016 год. За это время сотрудниками ведомства проверены наиболее важные социально-экономические сферы. В ходе ревизии был выявлен ряд серьезных нарушений. Существенные нарушения бюджетного законодательства нами были выявлены как раз в сферах спорта, физической культуры, но и культуры. Продолжается достаточное количество нарушений выявляться в агропромышленном комплексе. В этом году мы будем подробнее изучать сферу образования, посмотрим, какая будет оценка по итогам. В планах сотрудников Комитета госконтроля на текущий год уделить особое внимание использованию бюджетных средств при реализации госпрограмм и импортных закупок. Серьезный анализ ждет проекты по созданию инновационных предприятий. Также работники ведомства намерены усилить борьбу с так называемой теневой экономикой. В настоящее время возрастают требования к органам Комитета госконтроля по усилению первого контроля за использованием бюджетных средств, за реализацией государственных программ на территории области, за ходом реализации важнейших инвестиционных проектов. Одно из важнейших направлений, которому будет уделено больше внимания и будет перестроена работа, это организация контроля за выполнением поручений президента республики Беларусь. Гродненская милиция подвела итоги за 2016 год. Зарегистрированных преступлений стало на 4,5% меньше, чем в 2015-м. Все тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, изнасилования, помогательства – раскрыты. Значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками, а также в сельской местности. 30 фактов передозировки наркотическими веществами зарегистрировано за период прошлого года. Один из них с летальным исходом. К слову, подобных случаев среди подростков не было. Также была пресечена деятельность 19 интернет-магазинов, которые предлагали дурман белорусам. Всего гродненским правоохранителям удается раскрыть более 90% дел. Многие из них – благодаря сотрудничеству со СМИ и размещению фото- и видеоматериалов преступлений на официальных сайтах и страницах в социальных сетях. И неудивительно, что блюстителям закона нашей области доверяет большая часть жителей региона. За последние 8 лет, в том числе и 2016 год, не был исключением, нам удалось добиваться снижения общей аварийности на дорогах нашей области. Сократилось как общее количество дорожно-трансных происшествий, так и погибших в них людей, раненых людей. Сократилось количество дорожно-трансных происшествий, которые совершены были по вине нетрезвых водителей. Основной катализатор преступности – это пьянство. Поэтому мы продолжили наше взаимодействие с органами исполнительной власти, с другими субъектами хозяйствования и наращиваем нашу инициативу, связанную с регулированием организации продажи алкоголя. Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства 58-летнего жителя Сморгонского района. Следствием было установлено, что вечером 21 апреля прошлого года в деревне Нестанишки в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между хозяйкой квартиры и ее сыном и находившимся у них в гостях односельчанином. Результатом словесной перепалки стала драка и убийство 58-летнего гостя. Тело мужчины, кровные родственники закопали на своем приусадебном участке. Дело могло затянуться, однако 16 сентября один из подозреваемых сознался в убийстве, написав явку с повинной. При дальнейшем ходе расследования он же указал следственным органам точное местонахождение орудий преступления и место захоронения убитого. С учетом собранных доказательств матери и сыну предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Кроме того, следователи доказали причастность обвиняемого мужчины в совершении еще одного преступления. Летом прошлого года путем обмана он похитил дорожный велосипед у 63-летнего односельчанина. Транспортное средство впоследствии реализовал под видом собственного в Медельском районе Минской области. В результате мужчине дополнительно инкриминировано мошенничество, совершенное повторно. Уголовное дело передано прокурорам для рассмотрения в суд. Проблема безбилетных пассажиров существует едва ли не столько, сколько существует и сам общественный транспорт. За это время способов борьбы с зайцами было придумано великое множество. От самых радикальных – фотографии на доске позора и закрытие въезда в другие страны мира – до внушительных материальных наказаний. В Европе повторный безбилетник может заплатить до 1000 евро. В Беларуси с зайцами борются по старинке – штрафами. При этом каждую квитанцию безбилетники воспринимают как личное оскорбление и придумывают свои ответные контрходы. Обо всех нюансах необъявленной войны контролеров и зайцев в репортаже Лены Молчановой. Группа «Контроль Гродно» в соцсетях существует уже давно. Количество участников ежедневно растет, и сегодня там зарегистрированы более 25 тысяч подписчиков. Каждый из них ратует за бесплатный проезд и сообщает коллегам по переписке, где на линии стоит контроль. Информация обновляется ежеминутно, благодаря чему некоторым зайцам со стажем удается ездить с одним непробитым талоном по полгода. И уже давно существует группа в социальных сетях, которая пишет люди, где находятся в том или ином месте контролеров. Ну, как бороться с этим? Мы просто часто меняем место своих проверок. Потому что каждый человек должен понимать, он хочет ехать в чистом, опрятном, новом общественном транспорте, чтобы ему было комфортно сидеть. Ну, а из-за того, что мы не получаем какие-то доходы, поэтому просто, наверное, этим людям должно быть стыдно, ведь это не самая большая цена. И вправду цена вопроса 45 копеек. И именно из-за них на маршруте порой разгораются нешуточные войны. Отправляясь в очередной раз на линию, Янина Ютковская признается, если бы не возраст, ей осталось пару лет до пенсии, давно бы поменяла работу контролера на любую другую. И дело даже не в том, что выполнять свои служебные обязанности по 8 часов в день на улице, будь то невыносимая жара или суровый мороз, сложно. К погодным качелям привыкли, и одежда в гардеробе есть на все природные капризы. А вот справляться с ежедневным стрессом, который в работе контролера неотъемлемая часть, становится все сложнее. Работаю я с 99-го года, 17 лет, 18-й год. Мне кажется, самое сложное сейчас, самое тяжелое работать с людьми сейчас. В то время, как мы начинали работать, я, как по крайней мере, начинала работать, было намного проще. А сегодня очень сложно, очень сложно. Новый день, новый стресс. Именно по такой формуле работает большинство контролеров. Несколько удалось снять градус накала в отношениях пассажир-проверяющий с появлением видеорегистраторов. А вот уже полгода на линию сотрудники выходят, включая запись. И теперь все претензии пассажиров можно визуально подтвердить либо опровергнуть. Сейчас в архиве троллейбусного управления есть целая видеотека. Одна из спорных записей уже фигурирует в судебном процессе. В суд подала женщина-контролер. Причина – реальная угроза физической расправой. По крайней мере, это для нас больше защита. Потому что любят жаловаться и без причин. А теперь у нас, когда есть видеосъемка, всегда можно посмотреть, что контролер даже не виноват ни в чем. В 2016 году в Гродно за безбилетный проезд было оштрафовано более 30 тысяч пассажиров. Цифра могла быть и больше. Но надо отдать должное безбилетникам. В борьбе за бесплатный проезд они порой идут на отчаянные шаги и разыгрывают мизансцены, достойные Станиславского. Кто-то выдумывает всякие ситуации, кто-то симулирует, что больной и все. Ну, вот как-то, наверное, работаешь с людьми, становишься невольно психологом, видишь по людям, как кто-то себя ведет. Кстати, психологи работают и с контролерами. Ежегодно мастер-классы по конфликтологии обязаны пройти все проверяющие. Мы заключали договор с психологами, которые проводили занятия, тесты, всевозможные игры для того, чтобы как-то улучшить эту психологическую обстановку, для того, чтобы контролеры и пассажир взаимодействовали более, скажем так, мягче, чтобы конфликтных ситуаций не возникало. И все же спорные ситуации были, есть и будут. Понять можно и без билетников, ведь можно и вправду забыть оплатить проезд. Правые контролеры, они просто выполняют свою работу. И эта необъявленная война, по всей видимости, вряд ли когда-нибудь закончится пактом о перемирии. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В завершении выпуска новость от наших партнеров. Усадьба Славичи предлагает организацию проведения семейного отдыха, праздничных мероприятий и корпоративов с богатым застольем и большим количеством развлечений в 10 километрах от Гродно. Все справки по телефону 8033-621-68-71. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру в Гродно 77-33-04. Напоминаем, что программа телеканала Гродно+. Теперь доступна и абонентам пакета зала. Мы работаем для всей Гродненской области на 112-м канале. А я на этом прощаюсь и желаю вам приятного вечера на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова